Здравствуйте, ребята! На часах 3 часа утра я записываю видео, потому что биткоин творит нечто ужасное. В хорошем смысле этого слова. Биткоин прямо сейчас взрывается и достиг почти 48 тысяч долларов на Бинансе. Как мы видим, он оттолкнулся таки от того самого уровня по Фибоначчи, о котором мы говорили. Давай переключимся на недельку, чтобы это заметить. Тенью этой свечи он оттолкнулся от уровня 0.382 по Фибоначчи и сейчас направляется к уровню 0.618 по Фибоначчи, который становится его первоначальной целью в ближайшее время. Я хочу уточнить ситуацию по индикатору CPR. Здесь происходят тоже интересные вещи, которые стоят твоего внимания. Мы говорили о том, что цена биткоина должна достигнуть первой цели по CPR. И если не получится ее пробить наскока, мы будем торговаться ниже нее достаточно продолжительное время, пока не пробьемся и не закрепимся выше для продолжения роста. Что ж, так оно и происходило. Почти 70 часов биткоин топтался ниже этой цели, никак не мог ее пробить. Но прямо сейчас, как мы видим, он не просто пробил ее, но и пытается закрепиться выше нее. Если эта четырехчасовая свеча закроется над этой целью, над первой целью по CPR, то следующая цель нас будет ждать уже на второй линии CPR, а это около 50-51 тысячи долларов за биткоин. Напомню, хоть мы уже и говорили об этом, из трех целей по индикатору самая сильность становится всегда средняя. Это касается как роста, так и падения биткоина. Вот недавний пример, который это подтверждает. После роста биткоина мы заметили такую коррекцию, которая как раз таки нашла поддержку на средней линии CPR. После чего начался рост, который уже нашел сопротивление на этой первой цели по CPR на росте. Сейчас эта первая цель превращается в поддержку, что дает нам больше надежды на то, что и вторая цель, которую мы поставили еще с неделю назад, тоже оправдается. Но самое интересное то, что если мы здесь нарисуем сетку Fibonacci, то заметим, что первая цель по CPR практически совпадает с уровнем 0.618 по Fibonacci. Как ни странно, этот уровень совпадает со второй целью по CPR. И это тоже дает мне больше уверенности, что мы все-таки коснемся 50 тысяч долларов, которые являются второй целью по CPR. Ну а уже затем мы можем увидеть какую-то коррекцию от этого уровня. Возможно, даже до вот этого трендлайна было бы, кстати говоря, неплохо. В прошлом большом выпуске я пытался понять, вероятен ли сценарий Питера Шифа, что на улицах прольется кровь перед тем, как биткоин покажет массивный рост. Я даже нашел какие-то паттерны, которые это подтверждают. Но чем больше я изучаю этот вопрос, тем больше убеждаюсь, наша ситуация совсем не похожа на те в прошлом, о которых мы говорили в этом видео. Я думаю, что наша ситуация похожа таки на 2013 год, когда в растущем цикле было две вершины с небольшим медвежьим рынком между ними. Я думаю, что сейчас может произойти то же самое. Одна вершина и вторая вершина, между ними вот этот медвежий рынок. И сейчас я покажу три аргумента, почему я так думаю. Об этом нам прежде всего говорит модель Stock-to-Flow Ratio для биткоина. Давай обсудим ее более подробно. Эта модель достаточно точно предсказывает движение цены биткоина с самого начала своего существования. Она отображает движение цены биткоина трендлайном. Это вот эта бирюзовая линия. Этот же разноцветный график – это просто-напросто цена биткоина. И как мы видим, большую часть времени цена биткоина находится выше этого трендлайна и лишь иногда проваливается ниже него. В последний раз так сильно от трендлайна цена биткоина отклонялась в 2018 году, когда биткоин падал до 3000 долларов вот здесь. Как мы можем заметить, чтобы вернуться обратно выше трендлайна, ему понадобилось около 6 месяцев. Если мы посмотрим, когда мы провалились под этот трендлайн на этот раз, это окажется около 17-19 мая этого года. Так что на данный момент мы уже находимся 3 месяца под этим трендлайном. Но также нужно заметить и то, что в последнее время цена биткоина возвращается к этому трендлайну, а не уходит от него вниз. Это мой первый аргумент. Второй аргумент опубликовал создатель этой модели План-Б у себя в Твиттере. Он написал «Прошло 16 месяцев после халвинга. На графике это красная линия. Прямо сейчас мы находимся в состоянии ожидания второго подъема в этом цикле». И как мы видим, на этом графике отображены три цикла. 2012 и 2016 годы отмечены бирюзовым графиком. 2016 и 2020 синим, а текущий цикл, в котором мы находимся прямо сейчас, красным. Мы видим, что с каждым циклом пики в процентном соотношении становятся ниже. Самые большие проценты дал пик цикла 2012-2016 годов. Синий цикл сдал поменьше процентов, соответственно, красный даст еще меньше процентов. При этом с каждым новым циклом нужно все больше времени после халвинга, чтобы достичь этих пиков. Цель пика в этом цикле составляет около 100 тысяч долларов. Но когда это может произойти? Для цикла 2012-2016 достижение пика произошло за 13 месяцев после халвинга. Для второго цикла за 18 месяцев после халвинга, что на 5 месяцев больше. Если эта тенденция продолжится, то в этом цикле нам понадобится около 23 месяцев после халвинга, что около 2 лет. Последний халвинг биткоина состоялся 12 мая 2020 года. Соответственно, его пик может состояться уже 12 мая 2022. Еще один аргумент я нашел у биткоин-аналитика Year of the Bull, который поделился этим графиком. Мы не будем изучать его досконально, потому что он достаточно сложный. Я хочу показать лишь то, что этот аналитик считает, что дно этой коррекции уже пройдено. И больше никаких массивных коррекций такого плана в этом цикле мы не увидим. Именно это, а также сравнение с прошлыми циклами и анализ модели сток-то-флоу для биткоина, дают мне уверенность в том, что сегодняшняя ситуация, в которой мы находимся вот здесь, совсем не похоже на эту ситуацию, или вот эту ситуацию, и даже на вот эту ситуацию. А скорее всего, похоже вот на эту ситуацию, где было две вершины и коррекция между ними. Я думаю, что что-то подобное мы будем наблюдать и сейчас. Первая вершина 65 тысяч долларов, вторая вершина 100 тысяч долларов. Однако, ребята, все еще нужно следить за этой 50-дневной средней скользящей. Если она, блин, не удержится, тогда мы можем увидеть повторение вот этого сценария, как здесь, или здесь, или здесь. Очень важно, ребята, очень важно следить за этим. А теперь я хочу показать тебе кое-что еще. Как мы помним, в США сейчас дела обстоят не совсем хорошо, если мы говорим о криптовалюте. Я говорю про тот самый инфраструктурный закон, но некоторые штаты как будто совершенно другая Америка. Например, Вайоминг, штат, который становится крипто-столицей Соединенных Штатов Америки. Давай послушаем. А ссылку на оригинал с канала Биткоин я оставлю в описании, если не забуду. Мы находимся в столице штата Вайоминг, которая готова стать и столицей криптовалюты в США. Одна из причин все эти криптокомпании переезжают сюда, так как здесь дружественное крипторегулирование. В штате принято около 20 законов, связанных с криптовалютами и блокчейном. Но самый большой закон из них – это быстрое разрешение работать криптобанком. Что сделал Вайоминг? Это просто создал дружескую и приветливую среду, тем самым признавая, что криптовалюты – это законно, что криптовалюты могут быть признаны. Большинство других штатов не признают криптовалюты, в них она незаконна. Также в Вайоминге нет налогов на личные доходы с криптовалюты. Вайоминг развивает дешевые и эффективные источники энергии, вот почему сюда приезжают криптомайнеры. Скорость интернета здесь позволяет комфортно работать криптомайнером. Майкрософт даже разместил здесь свои дата-центры. Сенатор Вайоминга Синтия Ламис – одна из тех, кто борется за криптовалютные поправки в тот самый инфраструктурный закон. Она говорит, что штат получает больше дохода и создает новые рабочие места благодаря криптовалютам. Это может быть примером и для Вашингтона. Пора заканчивать с этими задержками. Вашингтону нужно сделать что-то, чтобы эти криптокомпании не стопорились в столице, пытаясь получить разрешение на работу, а на самом деле уже работали. Вайоминг исторически является штатом-лидером. Например, это один из тех штатов, который первым разрешил женщинам голосовать. Но также исторически остальные штаты следовали его примеру максимально быстро. Техас, Небраска, Северная Дакота – все они сейчас принимают в дружественной криптовалюте законы. Такие криптокомпании, как Кракен, говорят, что конкуренция между этими штатами в этом вопросе – это хорошо. Она будет давить и на другие штаты, торопить их. И, возможно, федеральному правительству просто уже не оставят выбора. Вы затронули тему энергетики. Вайоминг развивает гидроэнергетику и другие альтернативные способы добычи энергии. Как это влияет на то, сколько криптомайнеров переезжает Вайоминг? Да, это важно. Техас и Вайоминг в этом вопросе сейчас лидируют на фоне того, что Китай позакрывал своих майнеров. Теперь они переключаются на США, ищут здесь дешевые и эффективные источники энергии в первую очередь. А затем и политически дружелюбные криптовалюте штаты. Так что Техас и Вайоминг – это очевидный выбор для них. Самая большая индустрия в этих штатах – это потенциально криптобанки, которые сюда переезжают, и сами криптомайнеры. На этом все, ребята. Надеюсь, твое утро под мое видео прошло максимально полезно и приятно. А я пойду спать. Увидимся завтра в новых видео. Богатей. И до скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»